Энергетическая держава, исторический момент и день открытия страна грандиозно отметила 7 ноября. Это большие итоги, самые яркие информационные акценты недели от тех, кто видел все своими глазами. Я Мария Бересневич, мы начинаем. Минимальные тарифы на звонки, электротранспорт на дорогах и осень без листопада. В столице отменили ежегодный кинофестиваль. Почему? Оборудование нового поколения. Это вообще новинка для нашего города. Такого датчика нет ни на одном аппарате. Патриотический пробег. Я хочу жить спокойно в Белоруссии. И алые цветы. Бобруйск масштабно отметил день Октябрьской революции. Как это было? Не щадили ни детей, ни стариков. Они были расстреляны только за то, что они были евреями. Но 6 на 7 ноября в далеком 41-м навсегда оставила кровавый след в истории города. Война резко разделила город на две части. Что не стоит забывать. Как вы относитесь к кремации? Очень положительно. Первый в области, второй в стране. В Бобруйске появится крематорий. Граница закрыта. Решается вопрос по приобретению печи. Европейские стандарты или необходимость. До боли знакомые эскизы. Тема старого Бобруйска и его горожан. В галерее открылась выставка известного художника. Он был очень к себе строг. Он работал очень много. В чем ее уникальность? Ушел со сцены, а потом и жизни. В 20 световых годах от земли и галопом по Европам. Страны одна за одной фиксируют антирекорды по инфицированным, где коронавирус разгулялся не на шутку. Красный день календаря. Так и не иначе о нем говорят в народе. 7 ноября день Октябрьской революции. 103 года назад ход мировой истории был развернут на 180 градусов. Спустя не одно десятилетие событий такого масштаба знают, помнят и чтят. В субботнем утром на площади Ленина собрались неравнодушные горожане, чтобы возложить цветы к памятнику великого вождя пролетариата. Ну а дальше уже ставшие доброй традицией автопробег под государственным флагом. Кристина Арианс об этом и не только. Сегодняшнее молодое население страны мало знает об этом дне. Но люди чуть старше еще помнят, с каким размахом его отмечали в стране советов. Тогда к торжеству готовились за несколько месяцев. До наших дней масштабы праздника утихли. Но, как и прежде, 7 ноября был и есть красный день календаря. Без этого вот этих праздников, как говорят, более их поднимать еще больше на высокий уровень. И наше государство будет все выше, выше, выше идти. Жить надо, как правильно говорит Александр Григорьевич, своим умом. И мы, у нас все получится. Мы же прекрасные люди. Если вкратце, то в 1917 году в Петрограде произошло вооруженное восстание, которое закончилось взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти советов, которое просуществовало 70 с лишним лет. Уже традиционно к 7 ноября для жителей государства делает подарки. В Бобруйске в ангиографическом комплексе накануне появился портативный аппарат ультразвуковой диагностики модели конца 2019 года. Его уникальность в высоких технологиях, диагностика патологий системы, кровообращение сосудов нижних и верхних конечностей, а также УЗИ сердца через пищевод. Этот аппарат имеет набор датчиков, один из них через пищеводный. Это вообще новинка для нашего города. Такого датчика нет ни на одном аппарате. Исследуется сердце через пищевод. Это позволяет нам уточнить диагноз заболевания сердечно-сосудистой системы, если какой-то сложный случай, например. Проводить исследования специалисты могут не только в ангиографическом кабинете, но и даже у койки пациента, если он, например, не подлежит транспортировке. Раньше люди с такими диагнозами направлялись в Мугирев или Минск. Теперь все стало проще. С помощью УЗИ аппарата уже обследовали первого пациента. Плюсы этого оборудования, отмечают медики, можно перечислять долго. Цветовое доплерское кортирование, есть 2D-режим, есть импульсный доплер, есть 3D-4D изображение, можно производить видео того, что мы снимаем. Есть группа очень сложных пациентов, для которых данный аппарат, он как бы просто необходим. Есть то, что мы не могли увидеть на наших аппаратах, а теперь у нас появилась эта возможность. В субботу на главной площади собралось руководство города, администрации районов, общественные организации, трудовые коллективы и обычные бобруйчане, которые готовы сохранять и приумножать, переданное предками. В 10 часов все желающие возложили цветы к памятнику Ленина. Сразу после стартовал городской автопробег за Единую Беларусь. Путь автолюбители держали в село Борки. Мы сегодня и все последние месяцы должны защищать нашу страну. Должны делать то, что мы обязаны сделать во имя памяти тех, кто пал за нас. Мемориальный комплекс памяти сожженных деревень Могилевской области в Борках в июне открыл глава государства. 78 лет назад здесь за один день фашисты расстреляли и сожгли более 2000 мирных жителей. Эскизом были разработаны группы молодых скульпторов и архитекторов. Это улицы с фрагментами обгоревших стен домов. Оставленные в них вещи символизируют внезапно прервавшуюся мирную жизнь и беззащитность перед жестокостью. Установлены композиции «Беларусь. Скорбящая мать». Пламя – образ разъяренной стихии. И колодец – место траура и памяти о замученных детях. В конце улицы – камень с посланием к потомкам и парк, олицетворяющий собой жизнь. Я хочу жить спокойно в Беларуси. Спокойно зарабатывать деньги, чтобы никто не мог там нарушать нас. Спокойный мирный труд и сон. Под лучи горячего не по осеннему солнца полсотни машин проехали около 50 километров, чтобы отдать дань памяти погибшим мирным жителям. И чтобы в такой знаковый день в очередной раз показать, бобруйчане от малой до велика знают и помнят историю своей страны и не готовы терять сегодняшнюю стабильность. Беларусь, Беларусь, не народ этой гордой и сильной страны. Беларусь, Беларусь, только если мы вместе, тогда мы сильны. Мы движение вперед и ни шагу назад поднимается в небо победный наш флаг. Беларусь, это край необъятных полей, свежей башни. Кристина Рианц, Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. Энергетическая держава, отдать старт первой отечественной атомной станции в Островец, накануне приехал президент. Спустя 7 лет непрерывной работы на стройплощадке, государство начинает получать первые атомные киловатты. Это новый шаг в будущее, который гарантирует стране энергетическую безопасность. Беларусь позволит снизить зависимость от углеводородов. Более того, проект открывает новые возможности в различных сферах. От промышленности до медицины и образования. Мирный атом станет стимулом для развития электротранспорта. Первый энергоблок вывели на новую мощность в 400 мегаватт. Сдачу в промышленную эксплуатацию с выходом на полную мощность планируют в конце февраля 2021. Полностью завершится строительство весной 2022. Дорогой Холокостом бобрущане почтили память погибших в годы Великой Отечественной. В ночь 6 на 7 ноября 1941 возле Каменки Бобруйского района немцы расстреляли свыше 10 тысяч узников городского еврейского гетто. Хронологию событий того страшного дня восстановила наша съемочная группа. 6 ноября 1941 черный день календаря для бобруйских евреев. Эта дата вот уже 79 лет напоминает о страшной трагедии. Тогда возле деревни Каменка фашисты уничтожили свыше 10 тысяч узников бобруйского гетто. Вместе с ними погибли и 500 советских военнопленных. Именно их заставили вырыть два 10-метровых рва, а после расстреляли. Эти ямы стали братскими могилами для евреев и солдат. Звучит поныне стон деревьев и плачет лес над головой, а в сердце имена погибших, уничтоженных войной. В 1978-м здесь воздвигли мемориал. С тех пор на месте скорби каждый ноябрь собираются те, кто обещал о вечности знает не понаслышке. Среди жертв Холокоста ни в чем невинные мужчины и женщины, старики и дети. В знак памяти от потомков венки и зажженные свечи. Они были расстреляны только за то, что они были евреями. Этот памятник начал создаваться Мейером Зеллигером и другими бобруйчанами в конце 60-х годов. Когда Мейер Зеллигер впервые приехал на это место, здесь паслись свиньи и паслись коровы. И они из рвов доставали кости людей. И здесь было страшное зрелище. Поэтому он решил посвятить остатки своей жизни созданию вот этого памятника. Возле памятника четыре вазы. В этих вазах пепел наших близких. В тот самый ноябрьский день узников бобруйского гетто до места расстрела в Каменке прогнали прямиком с шоссейной. Теперь это улица Бахарова. Отсюда евреи шли пешком пять километров. Это и был их последний путь. В 2008-м здесь открыли мемориальный знак прямо у проходной завода тракторных деталей и агрегатов. И вот этот памятник, который напоминает нам еще раз о том, что здесь было гетто. Обратите внимание, улица. Вроде бы все замечательно. Домики, окошки, которые открыты навстречу добру, навстречу свету, навстречу солнца. Но пришла война. И война резко разделила город на две части. Улица на две части. На зону гетто, где в страшных условиях содержались узники гетто. И на свободную зону. Следующая локация Дня памяти – так называемая аллея праведников на социалистической. Здесь увековечены именно людей, которые спасли евреев от смерти. А мемориал из красного камня напоминает одновременно и крону дерева, и сердце, разбитое пополам. Специально маршрут был такой, что мы завершаем здесь, потому что есть привычка у человека. Перед этим, как ему что-то дают, он просит, просит, умоляет. А как ему дали, он утекает. А здесь должно быть наоборот. Должно быть понятно. Перед этим, как дали, просим. Вот это тот момент, который мы смотрели. Смерть, боль. Просим, чтобы это не повторилось. Облегчаем себе потом. Понимаем, вот есть граница. Есть место жизни, есть место, не дай бог, смерти. После этого мы пришли сюда, чтобы не забывать тех, которые рисковали с собой. Массовые убийства евреев начались с приходом немецких войск и продолжались до полного освобождения республики. Точная информация о количестве жертв и общей численности евреев, которые проживали на белорусской территории к моменту начала Холокоста, отсутствует. Между тем, по данным научных источников, погибло примерно от 600 до 800 тысяч человек, а это практически 80% еврейского населения. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. Минимальные тарифы, скоростной режим и новая линия столичная метро пополнилась четырьмя остановками. Какими? Спросим у моей коллеги Анастасии Шевцовой. У нее самый подробный обзор громких заголовков. Зеленая ветка. В Минске открылась третья линия метро. В эксплуатацию ввели четыре станции – Ковальская Слобода, Вокзальная, Площадь Богушевича и Юбилейная площадь. Всего же на зеленой ветке будет 14 остановочных пунктов. На платформах установлены защитные краны, которые синхронно открываются с дверями поезда для безопасности пассажиров. Для удобства появились траволаторы, горизонтально движущиеся дорожки. Кроме того, каждая станция отличается дизайном. Для пассажиров новая ветка открылась накануне, 7 ноября. Погодные финты. На трассе Минск-Гродно снижен скоростной режим. Изменения коснулись участка с 91 по 211 километр. Теперь здесь можно разгоняться лишь до 100 километров в час. Ограничение продлится до 1 марта. Такое решение, как сообщается, связано с ухудшением погодных условий. Раньше здесь можно было ездить 120 километров в час. Цены вниз. С ноября изменились тарифы на телефонные звонки между Белоруссией и Россией. Теперь минута связи стоит полтора цента. Сейчас идет пробный для мобильных операторов период. Он продлится два месяца, после чего тарифы станут постоянными. Также правительства двух стран ведут переговоры о полной отмене роуминга. Но сторонам предстоит решить вопрос о компенсации издержек мобильным компаниям. С заботой об экологии президент поручил перевести Минск на электротранспорт. Делать это будут постепенно. По словам главы государства, особое внимание нужно уделить трамвайному движению. Необходимо активно развивать маршрутную сеть. Также следует привести в порядок пути. В частности, сделать их бесшумными. Листопада не будет отменен 27-й Минский международный кинофестиваль. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Такая информация размещена в телеграм-канале Министерства культуры. Средства закупленной билеты будут возвращены. В кинофестивале должны были принять участие порядка 120 картин из 50 стран. Листопад должен был стартовать 6 ноября и продлиться до 13 числа. Спасибо, моя коллега Анастасия Шевцова с обзором громких новостей недели. Мы продолжаем. Холостые залпы, звук оркестра и минута молчания. Останки девяти бойцов Красной Армии на неделе перезахоронили неподалеку от деревни Роксолянка Бавруйского района. Их обнаружили в июле этого года. Установить личности солдат не получилось. При них не было ни документов, ни медальонов. В раскопках участвовали представители 52-го поискового батальона и отряда «Обелиск». Вместе с останками найдены части обмундирования и вооружения красноармейцев. В районный краеведческий музей передали металлические пуговицы, гильзу от немецкой ракетницы и кокарду. Эхо войны, которая была 75 лет назад, она еще будет долго нам вспоминаться по той простой причине, что пока не захоронен последний солдат, война не окончена. И мы ныне живущие должны помнить, чтить и приучать к этому непосредственно своих детей. Всего на территории Бавруйского района больше сотни волнских захоронений. В них покоятся свыше 30 тысяч солдат. На этом поиски защитников Отечества не заканчиваются. Под Бавруйском в скором времени откроется новое кладбище. Расположилось оно вдоль Могилевского шоссе на совершающем этапе и строительство крематория. Он станет первым Могилевской области и вторым в стране. Давайте посмотрим, как это будет. Новое восточное кладбище Бавруйска, 10-е по счету, откроется уже в этом месяце. Участок свыше 8 гектаров вдоль Могилевского шоссе рассчитан на почти 9 тысяч мест. Территория разбита на ряды для могил. Сделаны здесь и дорожки. Еще предстоит положить асфальт и доделать забор. Здесь мы установили здание администрации, контейнерную площадку для сбора отходов, также общественный туалет. И начинаем уже разбивать сектора, чтобы уже в ближайшее время начинать здесь производить захоронения. Предусмотрена на месте и работа ритуального магазина. Территорию оборудуют системой видеонаблюдения. В перспективе также создание колумбария – хранилище урна с прахом. К слову, Бавруйск – второй город в стране после Минска, где появится свой крематорий. На шинные пять строительство началось еще в прошлом году. Сейчас здесь остаются последние штрихи. Планируется, что в январе-феврале 2021-го здесь уже откроется ритуальный магазин и начнется производство памятников. В связи с пандемией границы закрыты, решается вопрос по приобретению печи, которую уже одну мы посмотрели, это Чехия делает, одна американская печь. Но еще есть варианты, которые мы должны изучить, и которые для нас будут подходить и по качеству, и по цене. И после этого тогда уже начнем ее монтировать. В данном здании находятся два ритуальных зала. Один маленький семейный, один большой. Находится большой офис, там, где будут приниматься заказы, где будут находиться продавцы. Также две комнаты находятся здесь для посетителей. И, конечно же, есть комната, где моют, одевают покойников, будем так говорить, холодильная камера. Кремация широко распространена в европейских странах. Там бавруйские специалисты и перенимали опыт еще до начала строительства. Ежегодно такой вид захоронения набирает популярность и в нашем государстве. Впрочем, кремацию Русская Православная Церковь допускает еще с 2015-го. Здесь мнения людей и разделились. Как вы относитесь к кремации? Ваше мнение? Ну, плохо, плохое. Почему плохо? Кремировать, ну, не знаю, надо хоронить, наверное, думаю. Почему? Как-то это не по-человечески там все-таки. Как-то против традиции идем. Ну, нормально, в принципе. Если из моих близких кто-то оставит завещание, чтобы его кремировали, почему нет? Последнее слово. Как вы вообще относитесь к кремации? Нет, не очень, отрицательно. Чтобы лучше к крематорию подхораниваться, все. Как вы вообще относитесь сами к кремации? Очень положительно. Сегодня в Бабруйске практически переполнены все девять кладбищ. Центр ритуальных услуг уже получил одобрение от Бабруйского госполкома, чтобы возвести специальную стену, где будут находиться ниши с урнами. В перспективе и замена старых заборов вокруг Минского кладбища. На их месте и будут стоять те самые ниши. К слову, в городе уже есть один семейный колумбарий. Мария Бересневич, Максим Галенка. Итоги недели. Юность, интеллект, будущее. В Беларуси завершилась ежегодная неделя технического творчества. В это время ребят знакомят с кружками и приглашают на занятия. Бабруйске юным дарованиям предлагает сразу 10 технических секций от авиамоделинга до компьютерной анимации. На что способны юные профи? Смотрите сейчас. Илье Азаренко не много, не мало 10. За ролью Мкарта мальчик всего два года, но уже добился признания на республиканском уровне. Илья представлял Могилевский регион на 18-й спартакиаде учащихся по техническим видам спорта и привез в родной Бабруйск второе место. Родители всячески поддерживают юного шумахера. Не только привели сына в объединение, но и даже купили ему собственный карт. Мне подсказали родители, мне понравилось потом. Я начал заниматься так. Техника хорошая, скорость. Гонки на картах – первая ступень в большой автоспорт. Свою карьеру с картинга начинали многие именитые гонщики Формулы-1. Михаил Шумахер, Мика Хакенен, Фернанда Алонсо, Себастьян Федель. Скорость этих машинок, к слову, достигает 100 км в час. А если желания связать жизнь со спортом не возникает, картинг поможет стать асом в автомеханике. Это не только вождение, это и ремонт. Дети у нас сами осуществляют все, как вы видите, сами все ремонтируют, сами все готовят, сами готовят для себя технику. То есть, как они ее подготовят, так они и выступят. Большой популярностью у молодежи города пользуется робототехника. Объединение молодое, но уже взрастило мастеров своего дела. Учащиеся почти из каждых соревнований привозят призовые места. В 2020-й начался для ребят с победы в республиканском конкурсе «100 идей для Беларуси». Тогда на выставке презентовали обучающий тренажер для детей. Позже Бобручан отметили в республиканском турнире «Спасатели глазами детей». За наградами стоит немалая подготовка. Она занимает один, а то и два месяца. Робототехника – это сплав нескольких направлений, программирование электроника, механика. Все это может пригодиться при дальнейшем. При поступлении, при работе, возможно, то есть те знания, которые можно получить у меня, они вполне себе практичные. Можно применить на практике, не только на моем кружке, а можно вплоть до того, что применить, допустим, чиня ту же бытовую технику дома. В Центре дополнительного образования ребята могут попробовать себя не только в робототехнике и картинге. Учреждение насчитывает еще девять технических секций. Мальчики и девочки, девушки и юноши становятся профи в авто, авиа и судомодельном спорте, компьютерной анимации и радиотехническом конструировании. Отдел технического творчества очень активно участвует в различных конкурсах, соревнованиях, которые проводятся в нашей республике, в этапах международных чемпионатов тоже. Качество образования в нашем отделе подтверждается высокими достижениями. Республиканская неделя технического творчества в этом году ушла в интернет. Мастер-классы и выставки проходили онлайн. Познакомиться поближе с техно-объединениями Центра доп. образования можно на страничке в Инстаграм. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Рекорды на воде. На базе спорткомплекса «Лесной» развернулись соревнования по плаванию. Уникальное состязание в инваспорте. На водных дорожках 35 мальчиков и девочек с особенностями физического развития. Наравне с другими у них в программе два вида – кроль и заплывы на спине. Вольным стилем 200 и 400 метров. Сейчас главное заинтересовать детей, чтобы им это нравилось. Оставить контингент вот этот, чтобы потом они и в дальнейшем, когда уже были более старшие, плавали и радовались. Что касается результатов, то по окончанию турнира многие ребята в трудовой книжке спортсмена изменят разряды на более высокие. Бобруськ на полотне. В картинной галерее открылась выставка художника Абрама Рабкина. В новой экспозиции – коллекция работ, которую передала в дар городу дочь живописца. Еще один сюрприз картины из столицы. Ее впервые представили жителям. Бобруськ души моей трепет. В стенах галереи открылась выставка Абрама Рабкина. Название как нельзя лучше отражает экспозицию. Тема родного, любимого города всегда доминировала в творчестве автора. Как в его картинах, так и в книгах. Каждая картина, она действительно шедевральна. И она, это наш город. И вот всегда с удовольствием я посещаю выставки именно наших бобруських художников, потому что это дыхание нашего города. Это его история, это его жизнь. Тема родного города сквозная в творчестве художника. Практически каждая картина, неважно пейзаж или портрет, о Бобруське, его просторах и жителях. То тут, то там узнаются дорогие сердцу места. Вот рыночные павильоны, пожарный переулок. А здесь берег Березины. Саму же экспозицию разделили на несколько условных блоков. Здесь представлена тема детства. Мы без этой темы никогда не делаем выставки Рабкина, потому что, собственно, это начало, это то, что дорого художнику. Тема старого Бобруська и его горожан. И на этой выставке представлен последний его творческий период. Встрешина у него была дача. И в стрешине написано очень много замечательных пейзажей. И мы здесь также их показали. Еще одна краеугольная тема – Великая Отечественная. Те роковые годы оставили неизгладимый след в творчестве Рабкина. Юному Абраму не было еще 16-ти, когда наступила война. Два года он пробыл на фронте, был ранен. Затем перенес те военные тяжбы на свои холсты. Главный экспонат – картина «9 мая. Белорусская семья». Полотно «Гость Бобруськи» принадлежит Национальному художественному музею. Семья, изображенная на холсте, была особо дорога автору. По задумке, картина должна напомнить молодому поколению, какой ценой досталась победа. Произведения дополняют этюды, которые приоткрывают завесу тайны процесса создания. Поиск общего композиционного решения, выразительности фигур и портретных образов. Особое отношение у Абрама Рабкина к природе. На стенах галереи – с десяток пейзажей. Он был очень к себе строг. Он работал очень много. Он этюды маленькие писал, как упражнения. И он удивительно воспринимал мир, природу. Он так много знал о природе. Он так ее созерцал много. И вникал, и проникался ею. Увидеть своими глазами без преувеличения шедевра живописи можно до 24 января. Галерея открыта со среды по воскресенье. Время работы с 10 утра до 6 вечера. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Теракт в Вене. Новые находки. Очередные рекорды. Ковид-19 не прекращает бить максимум. И как обстоят дела в странах. Далее обзор самых обсуждаемых мировых новостей. Слово Анастасии Шевцовой. Карантин не спасает. В Европе резкий скачок заражения коронавирусом. По числу заболевших лидирует Франция. 58 тысяч новых случаев за сутки. В стране введен карантин до 1 декабря. Резкий рост инфицирования фиксируют и в Италии. Несмотря на действующий в стране комендантский час. И ограниченное передвижение между регионами. В Германии впервые с начала пандемии превышен суточный порог в 20 тысяч заражений. При этом со 2 ноября в ФРГ действует жесткий локдаун. Закрыты рестораны, кафе и развлекательные учреждения. Ужесточены нормы социального дистанцирования. Конфликт в Карабахе. Армения и Азербайджан обнародовали данные от погибших среди мирного населения. Жертвами стали почти 150 человек. С азербайджанской стороны погибло 92 мирных жителя. Еще более 400 получили ранения. В свою очередь в Армении сообщают, с их стороны жертвами стали 50 человек. Не менее 148 ранены. При этом обе страны не сообщают оперативные сведения о потерях среди военных. С начала конфликта Азербайджан и Армения уже трижды достигали договоренности о прекращении огня. Однако практически сразу каждая из сторон сообщала о нарушениях. Теракт в Австрии. Неизвестный открыли огонь на улицах Вены. В результате стрельбы погибли 4 человека. Более 20 получили ранения. Стрелок был ликвидирован полицией. Он сторонник группировки «Исламское государство», которая позже взяла ответственность за теракт. Ушел Талант. Умер Михаил Жванецкий. Ему было 87 лет. Родился знаменитый сатирик 6 марта 1934 года в Одессе. Окончил в этом же городе институт инженеров морского флота. Затем работал в Порту. Позже он присоединился к творческой группе Ленинградского театра-миниатюр во главе с Аркадием Райкиным. Жванецкий сам выступал со сцены и писал монологи для других сатириков. В его творческом портфолио более 10 книг. Многие фразы из них стали крылатыми. Миллионы людей помнят их наизусть. Например, как жаль, что вы наконец-то уходите. Результаты исследования. В Млечном пути обнаружили 300 миллионов планет, потенциально пригодных для жизни. В исследовании говорится, что на этих объектах есть все условия для существования воды в жидком виде. Некоторые можно назвать нашими межзвездными соседями, поскольку они находятся в 20 световых годах от Земли. Планеты нашли с помощью космического телескопа Кеплер. Такими уходящиеся мне увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин